Всем привет, это опять я. У нас следующее видео по автокаду. В этом видео мы будем уже непосредственно чертить. Если в прошлом видео мы просто ознакомились, то это будет уже более конкретно. То есть на нем мы научимся уже чертить обмерный план. Мы разберемся с толщиной линии, разберемся с тем, как чертить в автокаде с панелью рисования, разберемся с слоями, разберемся с модификацией линий, то есть какие операции можно делать с линиями. И начертим небольшой простой планчик. Ну погнали. Еще раз напомню, мы пробовали в прошлом уроке делать всевозможные линии, рисовать, научились какие-то кружочки, прямоугольнички рисовать, квадратики. Мы выбирали рамочки. Да, есть две рамочки. Есть рамочка у нас зеленая. Да. А в зеленую рамочку, то что попадает в зеленую рамочку, то мы можем выбрать. Да, то есть видим. Выбираем. Полностью в зеленую рамочку все попало. Да. Отменяем. Отменить можно Escape выделение. Теперь делаем то же самое, но с синей рамочкой. Да. И выбралось не все. Потому что синяя рамочка не полностью пересекла круг, не полностью пересекла вот эти две линии. Также у нас есть полилиния. Да. Она делает объект общим. Есть у нас просто обычная линия. Можно чертить ей. Далее, когда мы выбираем, у нас появляется один объект. Удаляем все. И начинаем чертить. Да. Важно чертить в архитектурных чертежах в миллиметрах. Это нужно для того, чтобы, если вы будете переносить или отдавать смежникам, или переносить в SketchUp, 3D Max, любую другую программу, в которой вы будете работать, она перенесет в этих единицах. И, например, в 3D Max или SketchUp есть стандартные библиотеки, которые нащерчены в тех же самых пропорциях. И если вы чертите в метрах, то у вас будет планчик очень маленький. Поэтому чертим все в миллиметр. Для того, чтобы начать чертить, нам очень важно разобраться со слоями. Вот здесь, в правом верхнем углу у нас есть панель, связанная со слоями. Да. Здесь мы можем выбрать слои, если нажать на вот эту вот черточку выдвигающуюся. Пока у нас только один нулевой слой. В нулевом слое мы не чертим. Для того, чтобы зайти в все слои и создать, вот в правом верхнем углу есть вот такой вот значок. Нажимаем на него, заходим. Чтобы добавить новый слой, нажимаем в левом нижнем углу вот этот значок. У нас появился по умолчанию слой Level 1. Называем слой в соответствии с тем, для чего он предназначен. Пишем несущие стены. Цвет выбираем произвольно. Мне нравится делать красным. Дальше у нас есть толщина линии. Выбираем 0.35. Так как у нас несущие стены толстые, у них должен быть размер потолще. Здесь мы можем выбрать линия, штрих-пунктирная или обычная. Но здесь они не добавлены. Можно дойти в менеджер и добавить. Но нам нужна обычная. Здесь тоже что-то можно выбрать. И если нажать на этот значок, это значит скрыть слой. И тогда эти линии не будут показываться, что она чаще. Но это я в дальнейшем покажу. В названии давайте еще изменим название. Чтобы в сложном чертеже не путаться своими слоями, вы можете ему дать, например, нижнее подчеркивание. Тогда он будет все время вверху отображаться. Или внизу в самом. Давайте циферку 0 поставим. Да, и вот у нас получился слой несущей стены. с толщиной линии 35. Чтобы выбрать его, нажимаем два раза. Мы выбираем этот слой. Закрываем вот меню. Теперь мы можем переключаться между слоями, выбирая их. Нулевой слой. Вот несущие стены. Ну и начнем сразу же чертить. Выбираем. Ну давайте обычной линией будем учать. И чтобы все было отдельными отрезчиками. Выбираем левой кнопкой мышки линию. Автокат нас спрашивает. Поставьте первую точку. Выбираем точку произвольно. Смотрим наш обмерный план. Да, у нас будет в правую сторону идти стена на 3 метра. Вбиваем 3000 миллиметров. То, что я вам говорил, очень важно, чтобы вычертили в миллиметрах. Вбили с клавиатуры 3000, нажали Enter. У нас появился вот такой вот отрезчик, который равен 3000 миллиметров. Дальше стена идет перпендикулярно вверх. Чтобы поймать перпендикулярность, мы проверим, что у нас здесь нажато. Это вот 90 градусов есть привязка. Видите, у нас привязалась, появилась такая зелененькая штрихмунтирная линия. Это значит, что мы привязываем. Вверх у нас стена дальше идет на 6 метров. Пишем 6000. Дальше. У нас стена поворачивает, чтобы стать оконным проемом. На 500. Дальше у нас есть глубина дооконного проема 250. Глубина подоконника. Дальше у нас идет оконный проем. Знакомимся с первой командой, которая называется Offset по-английски. По-русски она называется Подобие. Ее можно найти в меню, которое находится слева. Вот она. Вот этот значок называется Offset. Мы хотим сделать оконный проем. Да. И у нас здесь какое-то расстояние окна. 1500 метров. Мы вбиваем команду 1500 миллиметров. Нажимаем Enter. Дальше у нас AutoCAD спрашивает, выбрать объект. Предлагает нам. Выбираем эту линию. Дальше AutoCAD спрашивает, в каком направлении. Видите, мы можем ее влево сделать подобие. Можем вправо. Выбираем сторону. Нам нужно влево. У нас получилась такая линия. Вот я начал чертить и заметил, что у нас не показывается толщина линий. Вот здесь у нас есть значок «Показать, скрыть толщину линий». Следующая у нас стена 2 метра. Берем линию. Выбираем. Левой кнопкой мышки. Ставим. Проверяем, включены ли у нас привязки. Да, у нас вот есть клавиша привязок. Да, вот это вот и вот это вот должно быть все нажато. Мы поэтому можем привязаться. Ставим, пишем 2000 метров. 2000 миллиметров. Дальше точно так же подоконник уходит на 250. Дальше у нас точно такое же получается окно. Еще раз этот же способ. Да, выбираем команду «Offset». Автокад спрашивает, на какое расстояние мы хотим переместить предмет. Мы вводим 1500 миллиметров. Нажимаем «Enter». Выбираем объект. И выбираем сторону, в какую мы хотим сделать подобие. Завершаем команду «Enter». Дальше у нас идет вниз 500. Так, вначале нужно выбрать линию. Поставить точку. 500. Теперь чертим вниз 6000. И в эту сторону у нас до двери 2000 миллиметров. Здесь глубина до двери, до проема у нас 200. Завершаем. Здесь у нас то же самое. Толщину наружных стен мы не знаем. Но она точно больше, чем 250. Поэтому мы сделаем, например, ее на глаз 500. Выбираем команду «Подобие». Вводим с клавиатуры 500. И делаем так. 500. Делаем так 500. Завершаем команду. Толщину межквартирных перегородок мы не знаем. Но предполагаем, что они железобетонные. Делаем их 160. К примеру. Так, вначале выбираем команду. Команда «Отсет» выбрали. Автокад здесь спрашивает. Введите что-то. И по умолчанию стоит 500 миллиметров. Но нам не нужно 500. Нам нужно 160. Делаем. Делаем. Завершаем. И здесь у нас тоже пусть будет... Что-то выглядит тонко. Не нравится мне. То есть выбираем эти линии. Выбираем две линии. Хотим удалить. Нажимаем команду «Делит» или стрелочку на маке. Да, и делаем, например, 200. Выбираем. Видите, мы одну можем перенести. И не завершая команду, можем сколько угодно. Ну, а нижнюю сделаем тоже 500. Ну, или 200 оставим. Давайте тоже 200. А в автокаде есть функция. Он запоминает последнюю команду, которую вы сделали. Вы можете просто нажать Enter. И это будет то же самое, как будто бы вы нажали вот этот значок Offset. Вводим. То, что мы хотим. Видите, уже здесь бита 200. Мы хотим точно так же. Можем не вводить с клавиатуры. Просто нажимаем Enter. И у нас получился вот такой вот этот самый. Такие вот стены. Смотрим. Да, то есть у нас только здесь начнется коробка. Наверное, нужно сделать побольше. Второй способ. Выбираем эту линию. Какую мы хотим. Или вначале выберем команду. Не важно. То есть мы хотим скопировать эту линию или перенести. Есть команда Перенос называется. Или Move по-английски. Она у нас находится где-то здесь. В автокаде можно вводить команду с клавиатуры. К сожалению, я не могу найти, где она здесь расположена. Но она есть на клавиатуре. А в английском автокаде это команда, буковка M. То есть если у нас не выбрана никакая команда, мы можем просто в клавиатуре нажать буковку M. На английской раскладке. Да, вот значок Move. Сейчас попробую вам ее найти. Может здесь в настройках есть. Да, ее нет просто настройках. Видите, есть какие-то команды, нет настройков. Можно добавить их. Нужные, да. Вот есть команда Перенос. Выбираем команду Перенос. Выбираем объект, который мы хотим перенести. Можем выбрать два сразу же. Завершаем выбор команды Enter. Ставим курсор за ту точку, за которую мы хотели бы тащить. Нам удобно будет тащить за угол привязки. Проверяем, что мы переносим перпендикулярно. Потому что если мы хоть чуть-чуть сдвинем, у нас будет неровная такая линия. И собьет наш весь чертеж. Будут размеры нереальные. Так, сделаем, например, 400. 400 много. Выбираем. Точно так же мы можем вначале выбрать объект, а потом нажать команду. Выбираем эти две линии. Нажимаем команду Перенос. И вводим, насколько мы хотим перенести. Хочу на 100 ее перенести вверх. Тоже что-то много. Опять нажимаем команду Move. Еще на 100 хочу перенести. Нажимаю команду. Выбираю точку привязки. Пишу 100. Да, так хорошо. Так мне нравится. Теперь как мы можем довести эти вещи. Мы можем выделить этот объект, взять заточку за нижнюю и просто перенести вниз. Нажимаем Escape, чтобы отменить выбор. Выбираем объект любой рамочкой. Или просто выбором. Доведем вниз. Здесь у нас сложнее. Да? Выбираем объект. Отпускаем ниже. Выбираем объект. Опускаем ниже. Потом поднимаем вверх. Выбираем объект. Берем заточку. Опускаем ниже. Обязательно проверяем, что у нас была включена либо ортогональность, либо угол. Да, вот у нас угол здесь есть. 90, 45. Это привязка. Ось будет выстреливаться. Можно поставить 45, тогда он еще будет под 45 градусов привязываться. Опускаем вниз по зеленой оси. Произвольно. Выбираем эту. Видите, он показывает привязку перпендикуляр. Проверяем включенность всех привязок. Соединяем. У нас получилась вот такая вот красивая внизу штука. Теперь второй способ, как довести. Чтобы вот этим вот не делаться. У нас есть команда Explode. Называется. Она у нас... Вот здесь есть Trim команды, да, то есть если нажать на... Тут можно выбор сделать. Да, Trim, Explode. Я зажимаю левой кнопкой мышки на значке и ставлю Explode. Он спрашивает, выберите объект, до которого мы будем дотягивать линию. Выбираем вот эту линию. Заканчиваем выбор. Теперь объект, который вы хотите дотянуть. Да. Наводим на эту. Нажимаем левой кнопкой мышки. Чтобы завершить команду, нажимаем Enter. Мы дотянули линию до верха. То же самое. Еще раз команда Trim. Нажимаем. Выбираем линию. Завершаем выбор линии, до которой мы хотим дотянуть. Выбираем линию, которую мы хотим дотянуть. Завершаем команду. То же самое. Если мы повторим команду, клавиши Enter, последняя команда у нас повторится. Здесь мы доведем так. Теперь опять выберем команду Explode. Выберем объект, до которого мы хотим дотягивать. Завершим выбор. Выберем объект, который мы хотим дотянуть. Теперь у нас есть еще одна команда. Есть команда Trim. Зачем она нам нужна? Выбрали команду Trim. Это называется обрезать. В русском автокаде. Выбираем линию, до которой мы будем обрезать. Завершаем выбор. И теперь мы можем обрезать эту линию. Либо с одной стороны, либо с другой стороны. Выбираем тот, который нам нужен. Здесь то же самое. Доводим вперед. Выбираем команду Explode. Trim. Объект, до которого мы будем обрезать. Вводим. И тот, который мы будем обрезать. Вот получили такую ровненькую коробочку, которая вырезана стенами. Теперь у нас есть подоконники. Подоконники должны быть видны не такими толстыми линиями. Поэтому мы заходим в слои. И нам необходимо создать еще один слой. Добавляем. Ставим 0. Нижний пробел. Подоконник. Пишем в английском. Давайте даже не подоконники, а несущие стены, тонкие линии. Несу. Чистены. Тонкие. Линии. И делаем их 20. Цвет тоже оставляем красный. Потому что это те же самые несущие стены. Выбираем этот слой. Закрываем. Выбираем линию. Завершаем команду Enter. И у нас получилась вот такая вот коробка. Теперь нам нужно вставить окна. Нам нужно создать еще один слой. Отдельный, под окна. Потому что у него будет тоже другая толщина. Добавляем слой. Пишем. Вставим 0 в нижний пробел, чтобы легко было найти этот слой, если вы будете какие-то объекты вставить. Это будут окна. Выбираем ему цвет синенький. Толщина линии. Поставим. Наверное, на раму поставим 30. Даже, наверное, не 30. Заходим опять в слои. И поставим 25. И нам нужно нарисовать оконный проем. У нас будут видны рамы. Выбираем линию. Вот здесь давайте выберем полилинию. Потому что нам нужен целый, сгруппированный объект. Так как у нас окно стоит на 250, мы находим центр. Центр 500 – это 250. Если бы мы не знали, то мы построили бы какую-нибудь полагательную линию, либо сделали команду offset. Да, вывели. Но так мы знаем, что это центр. Мы делаем так. Рама у нас будет... Видите, мы чертим красные линии. Мы не выбрали нужный слой. Выбираем слой окна. Выбираем полилинию. 50, 50, 50, 50. У нас получился такой прямой угольчик. Теперь, чтобы нам каждый раз его не рисовать, мы его выделяем рамочкой. Видите, он выделяется как весь объект. Выбираем команду копировать. Ставим точку, за которую мы будем тащить. Нам удобно вот эта вот точка. Завершаем. А, точку мы выбрали, да? То есть, и переносим туда, куда мы хотим. Ставим сюда. Завершаем. Теперь мы хотим нарисовать линию. Выбираем линию. Привязываем. Видите, к точке. Ставим. Завершаем. У нас получилось окно. Теперь мы хотим сделать так, чтобы оно было одним объектом целиком. Для этого мы выберем команду сгруппировать. Команда называется блок. Нажимаем. Нужно писать название блока. Окно. 1500. Так, оно у нас 1500 мм. Убираем select object. Значит, нам нужно выбрать те объекты, которые мы будем иметь в блоке. Завершаем. Клавиши enter. Теперь выберем pickpoint. Это точка, с которой мы можем перетаскивать и делать какие-то манипуляции. Выбираем левую нижнюю, в какой-то угол. Нажимаем create block. Создать блок. Теперь, если мы наведем, она выбирается как единый объект. Хотим его выбрать. У нас вот единый объект. Знаем, что у нас окно точно такого же размера. Убираем команду копировать. Выбрали объект. Завершили выбор. Приблизили, если нужно. Привязали за эту точку. Двигаем дальше в центр. Вот у нас появились такие вот окна. То же самое мы можем сделать с дверью. Рисовать не буду. Потом нарисуем дверной блок. Точно так же по аналогии с окнами. Дальше у нас есть внутри перегородки. Мы создаем слой перегородок. Ноль, нижняя подчеркиваем перегородки. Чтобы единообразно запрещать букву. Выбираем слой. Пусть будет желтенький. Перегородки у нас 25. Кстати, я посмотрел и подумал, что, наверное, окна с толщиной 25 – это перебор. Давайте поставим. Мы можем весь слой сейчас поменять. И сделаем его, давайте, 20. А перегородки оставим как раз-таки 25 мм. Теперь мы знаем, что здесь у нас идет перегородка на расстоянии 2 метра от стены. Воспользуемся командой Offset и перенесем эту стену на 2 метра сюда. Где у нас команда Offset? Потерял ее. Да, вот она. Он спрашивает на сколько? На 2000 мм. Нет, ошибся. У нас там не 2000 мм. Если ошибся, нажимаем Escape. Выбираем команду Offset. 1800 мм. А верх у нас на 2000. Offset. Где у нас тут? Не могу найти. Пишем 2000. Не выбрал команду. Еще раз. Выбираем команду. Пишем 2000 мм. Выбираем Enter. Вот у нас получилось такое перекрестие, которое нам не нужно. Нам нужно его обрезать. Выбираем команду Trim. Выбираем. Теперь выберем 2 объекта. Потому что нам, чтобы ускорить, чтобы каждый раз не нажимать это, выбрали 2 объекта. Завершили команду Enter. До которых мы будем обрезать. И получается, один объект является линией обреза для одного объекта. Другой объект для другого. Завершили. Я бы хотел, чтобы эта линия была в другом слое. Поэтому я выбираю одну линию. Вторую линию. Здесь у нас показывают свойства этих линий. Здесь мы можем изменить. Если здесь мы внесем какие-то изменения. Цвет, например. То он останется в том же самом слое, но поменяет просто цвет. Точно так же мы можем толщину линий поменять, слои поменять и так далее и тому подобное. Здесь мы выбираем просто другой слой. Переносим перегородки. И сразу же она имеет другой вид. Отменяем выбор. Так как мы сейчас находимся в слое окна, давайте перейдем в слое перегородки. Может быть нам нужно будет что-то дочертить. Точно так же делаем с помощью команды Offset площину перегородки 100, например. Команду Offset можно ввести с клавиатуры. Работая в AutoCAD с клавиатурой и вообще все команды в AutoCAD можно вводить с помощью клавиатуры. Для этого мы нажимаем букву O на соответствующей команде Offset. У меня ведь английский. В русском AutoCAD, да, вы команду, по-моему, переместить, P, M, как-то так. Я уже не помню. Подобие под в русском AutoCAD. А здесь у нас английская буква O. Когда вы нажимаете какую-то букву, он показывает все варианты команд, начинающих с O. Самая верхняя, нажимаем Enter. Опять он спрашивает на сколько. Вводим 100. Нажимаем Enter, чтобы завершить ввод. Выбираем объект, введем на 100. Выбираем объект, введем на 100. Завершаем. Точно так же у нас есть команда Explode EX на английском AutoCAD. Нажали. Выбрали объект, которого будете доводить. Нажимаем. Кстати, если вы случайно выбрали два объекта, да, а вам не нужно это, вы можете с помощью команды Shift отменить выбор. Enter. Доведем. Так, команда еще не закончилась. Есть такой LikeFact, как это называется по-английски. Вы можете, зажав Shift, превратить команду Trim. То есть, мы можем обрезать. Нет, не можем, потому что у нас мы можем только обрезать до этой линии. Тогда не заморачиваемся. Да? Выбираем команду Trim, Tr. Выбираем линию. Все точно так же можно дублировать с этой панельки Trim. Вот она. Tr. То же самое. На русском обрезать. Вводите, и вы получите то же самое. Теперь нам нужно сделать здесь проем. Как это сделать? Берем простую линию. Рисуем ей. Проверяем, в каком мы слое находимся. Вот у нас появилась желтенькая линия. Выбрали объект. Выбрали команду Перенос. Выбрали точку. Чтобы линия была перпендикулярной, вам нужно поймать ось. Здесь будет достаточно тяжело поймать ось, и линия может съехать. Поэтому либо привязываемся за какую-то точку, либо выносим. У нас проем на 1000 мм от стенок. Так, я перенес на 100. Отменить Command Z, либо Ctrl Z. Выбираем линию. Выбираем команду Перенос. Ставим точку. Поднимаем вверх. Вводим нужное расстояние. Завершаем. Точно так же здесь. Выбираем линию. Выбираем команду Копировать. Выбираем точку, за какую мы будем переносить. Поднимаем вверх, чтобы получилась зеленая линия. Если мы сделаем так, у вас будет высокая вероятность, что она съедет. Если у вас не включена какая-то привязка. Поэтому лучше вверх, либо привязаться. К углу. Проем у нас 800. Видим, что у нас что-то получилось не то. Давайте выберем два этих объекта и перенесем пониже. Так как-то здесь мало места. Ошибку мы допустим допустили. Выбираем команду Перенос. Опускаем вниз, чтобы задать направление. Например, до этого пересечения. И двигаем еще на 200. Нам опять не понравилось. Выбираем команду Перенос. Еще на 50. Теперь нам нужно сделать здесь прорез. Для этого используем команду Trim. Выбираем один объект, между которым обрезать, и другой объект. Завершаем выбор. И можно по одной линии вот так вот удалить. Либо вот так вот рамочкой тоже можно будет удалить. Завершить команду Enter. Вот у нас появился вот такая вот стена. Теперь давайте разберемся со штриховками. Штриховка у нас вот здесь вот. Давайте. Вот есть заливка, как я понимаю, есть штриховка. Да, или это все? Да, вот штриховка. Здесь мы можем выбрать, какая штриховка нам нужна будет. Видите, мы в слое перегородки. Вначале выбираем тот слой, в котором мы хотим сделать. Например, несущие стены тонкие линии. Потому что штриховка не должна быть толстая, такая же, как стены. Выбираем штриховку. И он спрашивает. Выберите точку. Которую вы заштриховать хотите. Естественно. Давайте нажмем сюда. Ого! Получилась какая-то заливка. Почему так? Потому что масштаб штриховки мы задали неверный. Да, то есть один. Давайте его увеличим. Просто клавиатуру выберем. Напишем 20, например. Здесь можно разные штриховки выбирать, да? Давайте выберем, что это будет. Вот такая. Завершить команду клавиши Enter. Что-то оно не так. Давайте здесь поставим... Вот мы можем выбрать объект и изменить его. Появилось опять это меню. Давайте здесь поставим, например, 100. Да, уже лучше. Все равно нам не подходит. Давайте поставим 200. Вот. Уже лучше. Но все равно, что-то мне не нравится. Давайте 250 поставим. Да, так лучше. Выберем новую штриховку. Выставим точно такие же параметры. 250. И поставим точки, в которых мы хотим. Ну вот мы хотим здесь, чтобы была штриховка. И не завершаем команду, ставим еще здесь. Вот у нас появился общий объект штриховка. Точно то же самое можем сделать, заштриховать вот этот объект. Выбираем только свой слой перегородки. Выбираем еще раз штриховку. Мне не нравится такая штриховка, я хочу заменить ее. Ну, такую бы мне поменять. Давайте на такую просто поменяем. Пусть будет тоже 250. Закрываем. Нормально. Нравится. Завершаем команду Enter. Вот у нас получился вот такой вот планчик. Ребят, чертим точно такой же план. И самостоятельно делаем двери. У двери точно так же, как у окна, есть коробка. Есть само полотно дверное. И есть круглое такое обозначение. Пример двери давайте я вам покажу из другого файла. Файл. Open. Да, надо Open нажать. Открыть. All my files. Ищем любой файл автокаду. Давайте мы столяем. Мы до 1905 года зайдем. Открываем. Смотрим. Вот так вот выглядит дверь. Ваша задача нарисовать такую дверь. Нужного размера. Закругление. И с коробкой. Самостоятельно. И вставить ее сюда. И здесь. И нарисовать такой же план. Все. В следующем уроке я буду рассказывать про размерные линии. Образмерование. Про текст. Мы нарисуем рамочку для того, чтобы оформить весь этот лист. Образмерим все. И будем вводить данную печать. Я думаю, за следующий урок мы справимся. Вот. Все, ребят. Всего доброго. До встречи в следующих видео. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.